Итак, всем добрый вечер! Я рад вас приветствовать на нашей очередной онлайн-встрече, посвященной бизнес-миграции в Словению. Это третий вебинар по счету в нашей обновленной серии. До этого у нас были еще шесть вебинаров, но они уже потеряли свою актуальность, потому что там была старая информация. После прошлой встречи, которая у нас была в конце 2015 года, мне написала Маргарита, наша подписчица, и предложила хорошую идею проведения вебинара на тему «Я учредитель компании в Словении», за что я большое спасибо, мне эта идея понравилась. Я озвучил Татьяне, нашему эксперту, эту идею, и она согласилась раскрыть эту тему поподробнее и рассказать вам об этом на этом вебинаре. Итак, несколько слов о регламенте. Будет два блока вопросов. Первый вопрос будет у нас, блок вопросов от вас будет в середине, и будет блок с вопросами в конце. Традиционно напоминаю, что чат – это у нас не место для диалога, это место для ваших вопросов, поэтому прошу не писать ссылок и не писать ничего такого, что может отвлекать нас от темы. То есть, если у вас есть вопросы, пишите. На какие-то вопросы, может быть, я отвечу вам, на какие-то вопросы ответит Татьяна. Татьяна – это человек, с помощью которого мы когда-то переезжали в Словению, было это уже два года назад, больше двух лет мы уже живем в Словении. Я всегда рекомендую Таню своим друзьям, знакомым, подписчикам. И вот уже два года я постоянно встречаю на улице людей, которые подходят ко мне, незнакомых людей, подходят ко мне, пожимают руку и говорят «Спасибо, спасибо за ваш блог, спасибо за то, что рассказали нам о Словении, за вот эту хорошую рекомендацию». Вот это, наверное, самая главная мотивация заниматься этим дальше. Как связаться с Татьяной напрямую, я расскажу ближе к концу нашей встречи. Давайте на этой позитивной носе я передаю Тане микрофон. Таня, вступай. Ребята, встречайте, можно поаплодировать в чате плюсиками. Таня, бери слово. Всем добрый вечер. Илья, спасибо тебе за презентацию. Перед тем, как мы перейдем уже к вопросам анонса сегодняшнего мероприятия, я хотела бы вам напомнить, что актуальные материалы, про которые Илья в том числе и говорил, это вот вы видите на презентации сейчас. Это последний вебинар, который мы записали под названием «Бизнес-эмиграция в Словению-2016» и «Как воссоединить семью в Словении». Вот здесь есть ссылка, где найти эти вебинары, а также вы можете запросить инструкцию по переезду. Давайте посмотрим, что мы сегодня, какие вопросы рассмотрим. И как я и говорила, что актуальная, самая актуальная информация и интересная будет для тех, кто уже для себя какое-то решение принял. Наверное, кто посмотрел в начале первые два вебинара, которые только что говорила. И для тех, кто уже вот только-только переехал, и он первый год живет в Словении и не знает, какие необходимые шаги, что ему нужно делать. Мы очень быстро сейчас пройдемся по вопросам, как открыть юрлицо в Словении, что дает компания в Словении и как получить согласие на работу и ВНЖ в Словении. Об этом мы говорили в предыдущих двух вебинарах, поэтому здесь я просто пройдусь по тем материалам, которые только для тех, кто этого еще не слышал. Очень быстро. Далее рассмотрим налоги в Словении, действия сразу после приезда в Словению. Далее особенности работы с бухгалтером в Словении. И что вам нужно помнить как владельцу, как директору вашей компании, это в первый месяц, вернее, каждый месяц, какие у вас будут обязательства. И далее, какие у вас обязательные одноразовые будут действия раз в году, как у владельца компании, так и у вас как физлица, то есть по вашим личным документам. И так как в личные документы в том числе входят и документы по ВНЖ, по МЖ и гражданству, то мы пройдемся тоже по этим вопросам. Давайте быстро пробежимся по основным моментам, которые большинство из вас уже знает. Итак, как правило, бизнес-эмиграция связана с открытием юридического лица. Самая распространенная форма — это общество с ограниченной ответственностью или на славянском «Дружба с умейно-отговорностью» — ДОО. Вам, чтобы открыть компанию в Словении, собственно, нужно 7500 евро уставного капитала, который вы кладете на счет в банке в славянском, загранпаспорт, налоговый номер, который вы получаете в Словении. Его можно получить, предоставив свой ИНН, налоговый номер из страны вашего проживания. Вам нужно для компании где-то иметь юридический адрес и выбрать название по правилам, установленным законодательством, и деятельности компании. Учредителем можете быть вы как физическое лицо, может быть любое юридическое лицо, иностранное, словенское, это не важно. Как вы знаете, учредитель — это тот человек, который вкладывает деньги, инвестирует, имеет право на прибыль. Директор — это, как правило, нанятый сотрудник, в трудовых отношениях находится с компанией. Директор, собственно, отвечает за развитие компании и представляет эту компанию. Сроки регистрации компании в Словении — это 2-3 дня. Можете присутствовать лично, можно все оформить по доверенности. Далее. Меня некоторые люди спрашивают, можно ли открыть ИП, потому что налогообложение между ДОО и ИП, он же СП, самостойный подъедник, отличается. Соответственно, кому-то более выгодно работать по форме ИП, кому-то на ДО. Однако есть достаточно много нюансов, но для нас самое важное, это те, кто только переезжает, это понимание, что ИП можно открыть только после года проживания в Словении. Более того, вы приехали, начали уже по ВНЖ жить один год, работать через ДО. Далее год отработали, проконсультировались с бухгалтером, имеет ли вам смысл открывать ИП. И что не менее важно, это проконсультировались с человеком, с людьми, с компанией, которая ведет вас по ВНЖ. Это не будет ли каких-то противоречий с документами на физлицо по ВНЖ. Так, далее, после того, как вы открыли компанию, что она, собственно, какие преимущества вам дает? Кроме того, что вы можете работать с юрлицами, с физлицами по всему миру, это может быть Словения, Россия, Украина, Казахстан, Америка, Япония, Индонезия и так далее. Главное, что предполагает собой бизнес-эмиграция, это то, что при условии трудовых отношений вы получаете вначале ВНЖ, далее ПМЖ и потом гражданство в Словении. Уточню, что просто наличие компании, просто учредитель, если вы в компании как физлицо, это вам не дает права получить согласие на работу, а далее ВНЖ. Соответственно, нужно оформление трудовых отношений. Чтобы мы получили ВНЖ на компанию, на физлицо, в смысле через компанию, вначале нужно получить согласие на работу. То есть, напомню, что процедура такая, вы регистрируете компанию, получаете согласие на работу, получаете ВНЖ. ВНЖ получается на основании того, что вы имеете согласие на работу, которое показывает, что вы в трудовых отношениях с той или иной компанией. Мы уже раньше рассматривали, сейчас пробежимся, посмотрим, какие правила на сегодня действуют для того, чтобы получить согласие на работу. У вас есть четыре способа на выбор, они отличаются тем, собственно, финансово отличаются, дальнейшим планом, в зависимости от дальнейших планов работы в этой компании, то есть, что конкретно вы будете делать. Исходя из этого, ваш помощник, представитель вам будет рекомендовать тот или иной способ получения этого согласия на работу. Ранее согласие мы называли рабочим разрешением, сейчас его переименовали в согласие. Итак, у вас есть варианты. Если компания новая, то вы покупаете основные средства в размере 50 тысяч. Если же компания старше 6 месяцев, вы можете трудоустроить сотрудника словенца или гражданина ЕС минимум на 6 месяцев, платить ему в полном размере зарплату. 6 месяцев он отработал. Вы как директор, как учредитель даете ему задачи какие-то, и он работает дистанционно. Далее у вас есть третий выбор. Это показать оборот компании в размере 60 тысяч евро за последние 6 месяцев. Либо же, если у вас есть диплом о высшем образовании, то вы можете заявить, подать документы на согласие на работу на высококвалифицированного сотрудника, то есть, тот, у которого есть диплом. Единственное, что этот вариант рабочего разрешения предполагает работу на той или иной вакансии у вас с компанией, то есть, у вас ограничены функции деятельности вашей компании тем или иным рабочим местом. Например, если вы программист, вам будет выдано согласие на работу программиста, вы будете выполнять только, вы имеете право выполнять только эти функции. Соответственно, вам нужен для этого диплом и так называемая проверка рынка труда, из которой будет понятно, есть ли такие специалисты на ту вакансию, которую объявляется. Первые три способа из этих, они были рассмотрены для иностранного директора, но по новым законам, если ты получаешь рабочее разрешение, вернее, согласие на работу, как это сейчас называется, на директора, тогда ты можешь выполнять, собственно, функции только директора. Ниже мы написали, что такое основные средства компании. Это если вы выбираете идти по первому способу. Основные средства – это автомобиль, недвижимость, техника, оборудование, мебель и прочее. То есть все то, с чем компания может в дальнейшем зарабатывать. Далее. Как мы получаем ВНЖ в Словении? После того, как у вас есть компания, и вы получили согласие на работу, у вас должен быть, собственно, на руках, чтобы получить это ВНЖ. У вас должно быть согласие на работу, договор о трудоустройстве. И вот я сделала здесь общий список документов. Это справка о несудимости из вашей страны проживания, которая не старше трех месяцев с апостилем. Апостиль не требуется только для граждан России. Далее. Медицинская страховка на три месяца для стран ЕС. Это такая же туристическая страховка, с помощью которой вы получаете любую шенгенскую визу. Фотография, заполненная анкета. И, возможно, в зависимости от того или иного вида ВНЖ, есть еще ряд документов, которые нужно предоставить. Здесь еще, собственно, только паспорт. Паспорт загран, который всегда проверяйте. Если вы подаете на ВНЖ на год, то это 12 месяцев загран. Паспорт всегда должен быть действительным еще плюс 3 месяца. Соответственно, если на год, то 15 месяцев минимум еще действия паспорта. Сроки получения ВНЖ это 2-4 месяца. Соответственно, если вы компанию зарегистрировали за 2-3 дня и дальше сделали проверку рынка труда, это занимает неделю, то после этой недели вы уже можете подавать документы на ВНЖ. И вот в среднем у нас это занимает 2-4 месяца. То есть можно примерно угадать, когда у вас уже будет переезд. Подается на первой ВНЖ из страны вашего текущего проживания. То есть если вы живете в России, подается из Москвы. Если вы живете в Украине, подается из Киева. Граждане Казахстана тоже ездят в Москву. Из Беларуси ездят либо в Москву, либо в Киев. Если же у вас, например, ПМЖ, либо ВНЖ, например, в Черногории, в Египте, то тогда из тех стран вы тоже можете подать документы. Далее у нас с вами вопросы по поводу налогообложения в Словении. То есть если вы начинаете любой бизнес в любой стране, вы, конечно же, вас будет интересовать, какие налоги вы должны платить. Причем есть налоги, которые вы платите, когда ваша компания сработала в прибыль. Есть налоги, которые вы все равно, как физическое лицо, например, либо как работник компании должны уплачивать. Давайте тогда пройдемся по основным ставкам, которые существуют в Словении. Итак, первое – это НДС. НДС – это вообще интересная, может быть, даже длинная тема. Для тех, кто будет работать с НДС, вам нужно понимать, что стандартный НДС – это 22%, и пониженная ставка НДС – это 9,5%. С тем, что компании в Словении, когда они регистрируются, априори они не НДС-плательщики. И далее вы уже после переезда, а лучше даже до переезда, со своим бухгалтером вам нужно обсудить. Обсудить нужно следующее. Во-первых, нужен ли вам номер НДС. Во-вторых, для каких работ с какими странами нужен НДС. Потому что в Словении есть НДС для работы с Европой, в Словении есть НДС для работы в Словении и Европе. То есть вот эти нюансы нужно узнавать. А также нужно узнавать, какая ставка НДС будет применяться именно к вашей деятельности. Например, если вы оказываете услуги, это всегда 22%. Если же вы продаете, например, продукты питания, это 9,5%. Также, например, транспортные услуги, это 9,5%. То есть есть те вещи, которые облагаются пониженной ставкой налога на добавочную стоимость. Далее есть такой тип налога, как подоходный налог. Собственно, в Словении он от 16 до 50%. И для вас он будет важным тогда, когда вы будете выплачивать зарплату через свою компанию. То есть компания за вас будет уплачивать этот самый подоходный налог. Подоходный почему? Это налог на ваш доход, соответственно, на вашу зарплату. Чем она выше, тем выше ставка подоходного налога. Понятно, на самую минимальную зарплату у вас 16%. Чем выше и дальше растет зарплата на чистую, вот эту выплату у вас, получается, может дойти до 50. Это уже нужно иметь достаточно большие доходы, естественно. На минимальную зарплату в Словении подоходный налог 60 евро в месяц. Далее. Если ваша компания в конце года показала прибыль. Прибыль это что значит? Компания получила приход, минус расход, который у нее был, равняется прибыль. И, допустим, вы закончили год, у вас 1000 евро, у вас прибыли. На эту 1000 евро вам нужно будет заплатить налог на прибыль. Общество с ограниченной ответственностью это 17%. Это то, что платится раз в год при условии, если у компании есть прибыль. Далее. Есть такой момент, такой налог, как авансовый налог на прибыль компании. Также в апреле, когда вы выплачиваете налог на прибыль. Почему в апреле? Потому что годовая отчетность сдается до 31 марта. Если ее сдали, допустим, 31 марта, то в апреле у вас идет обязательство по уплате налога на прибыль. И далее. Первый платеж уже по авансовому налогу на прибыль пойдет тоже в апреле. Авансовый налог на прибыль, он равен той же сумме затрат, что и ваш налог на прибыль. Только вы его платите в течение года, а в конце уже, например, вы заработали в 2015 году 1000 евро, на них уплатили процент, 17% налога на прибыль. В 2016 вы должны будете заплатить эти 17% и заплатить тоже 17% авансовый налог на прибыль. Что имеется в виду? Вы платите его и уже в следующем году, в 2017, делается перерасчет. Налоговая инспекция смотрит, заработали ли вы те же самые деньги, если нет, вам возвращает этот авансовый налог на прибыль. Если заработали и даже больше заработали, то есть больше налога на прибыль нужно уплатить, чем вы заплатили авансовый налог на прибыль, вы платите только разницу. Далее, после того, как компания заработала деньги, уплатила налог на прибыль, у вас и, допустим, вы как физлицо, как владелец компании, как учредитель, хотите вывести эти деньги себе на физический счет компании. Вы должны заплатить налог на дивиденды, то есть дивиденды компании, это составляет 25%. Есть схемы, когда выводятся дивиденды через 5 лет по 20%, далее еще через 5-15%, но это уже вам бухгалтер ваш будет вас консультировать как лучше. Это мы с вами проговорили про налоги в Словении, то есть, если вы задумываетесь о бизнесе, вы должны хотя бы примерно себе вот эти ставки понимать. Теперь, наверное, еще поговорим про социальные взносы, потому что если вы работник в компании, то помимо подоходного налога вам нужно выплачивать социальные взносы. Что это собой предполагает? Это уплата с зарплаты в пенсионный фонд, медицинский фонд, родительский, инвалидный, фонд по безработице. Минимальные социальные взносы от минимальной зарплаты в месяц составляют 300 евро в месяц. Соответственно, если вы хотите узнать, какой у вас будет общий расход компании, сколько вы при выплате этой зарплаты, сколько уйдет на налоги и социальные взносы, можно посчитать это следующим образом. Минимальная зарплата состоит из примерно чистая заработная плата это 730 евро. Почему примерно? Потому что сюда включены также, например, выплаты ежедневные по обедам и в одном месяце мы знаем, что может быть 20 рабочих дней, в другом 22. Соответственно, цифра может немножко колебаться. Социальные взносы от такой зарплаты это 300 евро в месяц и подоходный налог это 60. Итого у вас расходы по компании примерно 1090 евро. Иногда это 1050. Я же говорю, это зависит от месяца. Еще хочу напомнить, что вот этот взнос в медицинский фонд, который входит в 300 евро, это считайте ваша медицинская страховка. И если у вас есть семья, причем будь семья, здесь находятся дети по учебе, жена по визе Д, либо же просто по воссоединению, вот эта вся медицинская страховка, которая у вас будет в Словении и будет в Европе, она входит вот в эти социальные сборы. Другое дело, что если вы содержите всех четверых членов семьи в Словении на зарплату, которую вам выплачивает компания, то, конечно же, у вас будет более высокая зарплата и, соответственно, как социальные взносы, так и подоходный налог будет выше. Теперь давайте, наверное, я отвечу на вопросы, которые накопились, потому что далее мы уже перейдем конкретно к шагам и действиям, которые нужно выполнить в течение первого года. Вот я вижу один вопрос. Вариант с трудоустройством словенца требует от компании возраста старше 6 месяцев? Да, если же вы хотите получить согласие на работу, устроив словенца в компанию, то есть вы не хотите вкладывать 50 тысяч, вы по каким-то соображениям не хотите получать согласие на работу на трудоустройство по диплому, а вы хотите словенца, то да, вы его нанимаете на работу. Компания может быть не старше 6 месяцев. Вы можете зарегистрировать компанию, нанять словенца и как только он 6 месяцев проработал, вот тогда вы уже имеете право получать согласие на работу, после чего получаете ВНЖ. Далее. Юрий спрашивает. Спасибо большое за вопрос. А есть требования к прибыльности оборота компаний? Насколько рискованно оформлять ВНЖ на основании бизнеса миграции, когда компания не имеет реальной деятельности и просто платит минимальные налоги? По-первыхому, это есть ли требования к прибыльности оборота компании? Нет, таких требований нету. Ранее они были для продления, сейчас их нету. Поэтому у вас компания, понимаете, если вы вкладываете, например, много денег в покупку завода и вы не выйдете на прибыльность, это не значит, что вас из страны выгонят, потому что тогда бы люди не вкладывали большие инвестиции в бизнес, а все бы занимались консалтингом, который не требует больших затрат в начале. Вот поэтому ни к прибыльности, ни к обороту нету никаких требований, разве что если в начале вы выбрали путь получения согласия через демонстрацию оборота 60 тысяч, тогда вот 60 тысяч. По поводу того, что оформлять ВНЖ на основании бизнеса миграция, когда компания не имеет реальной деятельности, а просто платит минимальные налоги, это нарушение законодательства, поэтому однозначно ваша компания должна работать, иначе признается компания эффективной, и что вы запросили ВНЖ не на том основании, на которые ваши заявления не соответствовали действительности. Далее Татьяна спрашивает, может ли быть нанятым сотрудником бухгалтер? Да, конечно может. Любая вакансия, любое рабочее место имеет право быть. Сергей спрашивает, когда я открывал компанию, не указывал нигде ИНН из страны проживания, я только получил налоговый номер в Словении, надо ли мне дополнительно сообщать свой ИНН из страны проживания? Сергей, вы как раз когда получали словенский налоговый номер на себя, как на физлицо, вы не могли его получить, не указав свой ИНН из страны проживания. Разве что если вы это делали год назад, тогда этих требований не было. Далее, вакансия высококвалифицированная специалиста имеет какие-то требования по минимальному размеру заработной платы. Если мы не говорим про голубую карту, тогда не имеет. Про голубую карту мы, по-моему, говорили в прошлом вебинаре, я не буду на нем останавливаться. Поэтому вакансия специалиста, если вы запрашиваете согласие на работу по диплому, ставьте минимальную себе зарплату, мы про нее только что проговорили, либо более высокую, то есть это вы решаете как директор, как учредитель компании. Далее, Дмитрий Дмитро спрашивает. Директор может выполнять любые работы по профилю компании или только руководить? С 1 сентября 2015 года после этого директор может только руководить компанией. Это новое введение в законодательство. Те, у кого выданы рабочие разрешения до 31 августа 2015 года, и это рабочее разрешение еще действует, те директора могут выполнять любые функции. Если же после 31 августа у вас подано заявление и выдано рабочее разрешение, оно же согласие на работу, тогда только руководить. Мы как-то писали несколько статей на эту тему с обоснованиями и приводили в качестве, для того чтобы люди тоже анализировали, приводили в пример ответы чиновников на эту тему. Елена спрашивает. Можно еще раз рассказать об ограничениях на выполняемую работу в случае, если переезд осуществляется по диплому о высшем образовании. Елена, спасибо за вопрос. Он немножко в том числе соотносится с вопросом Дмитрия. То есть если вы получаете согласие на работу на директора, вы имеете право только руководить компанией, вы только представляете ее интересы, только подписываете договоры с партнерами, с сотрудниками, покупаете, отчуждаете недвижимость, банками и так далее. Если же мы говорим про согласие на работу для сотрудника, где открыта возможность получить по диплому о высшем образовании, еще раз хочу подчеркнуть, что диплом о высшем образовании не обязательно, он не должен соответствовать вакансии, которую вы объявляете. То есть вы можете иметь диплом переводчика, объявить вакансию программиста и работать программистом в своей компании. Так вот, у вас ограничения будут. У вас в согласии на работу будет написано, что программист. И вот вы можете работать только программистом в своей компании. Соответственно, выставлять счета за услуги программирования. Если же при этом компания выставляет счета за услуги, ну, например, тура в Египет, тогда будет вопрос, а кто, собственно, этот тур в Египет вам организовывал. Либо же, может быть, конечно, можно предположить, что директор где-то купил тур, а дальше его просто продал. Я думаю, что если понятно, то я пойду дальше. Если нет, еще задавайте вопросы на эту тему. Инна спрашивает, сдача в аренду недвижимости облагается ли НДС? Нет, сдача в аренду недвижимости не облагается НДС. Можно добровольно выбрать, чтобы ваше юрлицо, которое является НДС-плательщиком, сдавало в аренду недвижимость с НДС. В некоторых случаях это выгодно. Но если ваша компания не НДС-плательщик, а даже если НДС-плательщик вы не хотите сдавать с НДС, вы сдаете без НДС. Сдача в аренду автомобиля, да, облагается НДС. Александр, есть какие-то имущественные налоги? Александр, они есть. Единственное, что сейчас у меня перед собой нет цифр, поэтому, знаете, на эту тему есть у нас в том числе статьи. Если вы напишите свой имейл, то я вам отправлю ссылку на эти налоги имущественные. Имущественные имеются в виду налоги, извините, может я неправильно отвечаю, на недвижимость есть определенные налоги, на имущество нету как таковой. То есть там, если ты владеешь машиной или еще чем-то, то таких налогов нету. Далее, какая должна быть заработная плата для содержания двух детей и жены? Чистыми, с учетом выплат по питанию, по проезду, с учетом налоговых послаблений, чистыми у вас должно на карточку приходить 290 на человека, соответственно, умножить на 4. То есть если это вы, жена и двое детей, 290 умножить на 4 – это минимальная заработная плата, которую нужно показывать для содержания семьи из 4 человек. Если у вас семья из 2 человек, соответственно, у вас должно быть 290 умножить на 3. Мы с вами ранее сегодня рассмотрели зарплату, которая примерно 730-750 евро. Соответственно, ее хватает на 2 человек, на 3 нужно уже повышать. Александра спрашивает, может ли быть 2 соучредителя? Конечно, соучредителей может быть и 2, и 3, и 4. Другое дело, что, как я сказала ранее, просто быть учредителем или соучредителем не дает право ВНЖ. Далее, Николай спрашивает, есть такие услуги, как аутсорсинг персонала, когда, грубо говоря, дадут словенца в аренду на 6 месяцев, чтобы ты 6 тысяч евро не терять? Николай, в данном случае именно это согласие на работу, которое предполагает трудоустройство словенца, это директорское согласие на работу, оно предполагает, что именно в вашей компании трудоустроен сотрудник, и именно вы платите за сотрудника налоги. Потому что если вы берете сотрудника по аутсорсингу, то не вы платите за него налоги. Соответственно, это не будет считаться трудоустроенный сотрудник в компании. Если я продлюсь как СП и П, значит, я смогу быть одновременно директором фирмы, могу работать на еще кого-то. Вы можете быть и директором фирмы, работать можете на кого-то в качестве СП. Можете от имени своей компании, но тогда надо смотреть, что именно вы будете выполнять и позволяет ли вам… То есть если у вас будет СП, то вы будете продлеваться и получать ВНЖ на СП. Тогда согласие на работу не нужно. Но, скорее всего, вот как СП, тогда вы будете работать на кого-то еще, то есть заключать контракты через СП. Можно заключать контракты, если у вас есть ДО, но тогда уже при условии, когда у вас будет личное рабочее разрешение. Потому что либо же тогда нужно оставаться директором в компании с трудовыми отношениями и открывать СП, то, что называется пополданский СП. Далее Юлия спрашивает, можно ли взять на работу словенца студента на неполную занятость, чтобы платить меньшую зарплату первые полгода. Тем более меня фактически в стране не будет и работы сотрудника будет немного. Спасибо. Юля, вам тоже спасибо. Вы можете взять словенца студента только для того, чтобы он выполнял для вас какую-то работу, но не для того, чтобы потом получить согласие на работу. То есть согласие на работу выдается только, если трудоустроен полностью сотрудник на полный рабочий день, на минимальную зарплату. Евгений пишет, для получения словенского налогового номера нужно предоставить ИНН из России. У меня нет самокарточки, но есть номеры ИНН. Достаточно ли этого номера для получения словенского налогового номера? Или нужна именно карточка? Евгений, достаточно только ИНН. Достаточно того, что в анкету вы вписываете эти цифры. Если кто-то не знает, какой у вас ИНН, есть сайт, опять же, запросите тогда у нас, я просто сейчас не помню, по-моему, это сайт налоговой инспекции России, или как это так называется. Там вбиваешь номер паспорта, ФИО, и вам сразу же выдается ваш ИНН. Дмитрий пишет, Дмитрий спрашивает, диплома нет, могу ли я быть исполнителем заказов в своей компании, или нужно отдельно директора нанимать? Дмитрий, я не совсем понимаю вашего вопроса. От того, что у вас нет диплома, и чтобы вы были исполнителем заказов в своей компании, значит, вам нужно тогда получать рабочее разрешение, можно директорское, можно на сотрудника, но только тогда по вот этим трем пунктам выше, которые мы проговорили, то есть либо инвестиции, либо сотрудник другой, либо же оборот. Илья, давай мы еще ответим на несколько вопросов, я отвечу, и тогда уже пойдем дальше. Виктор спрашивает, может ли студент после года проживания и учебы открыть ИП? Да, может, если у этого студента был ВНЖ. Александр пишет, Татьяна, спасибо за ответ по соучредителям, но как двум соучредителям получить ВНЖ при одной фирме с 50 тысячами евро, 50 на 50? Александр, вы можете, опять же, в зависимости от того, что будет делать каждый из этих людей, например, один получил ВНЖ на основании того, что у него есть диплом о высшем образовании, и проработал в компании 6 месяцев. После этого может получать директор ВНЖ в эту фирму, то есть второй человек. Потому что, опять же, вспомните, чтобы получить ВНЖ на основании трудоустройства, можно показать диплом, инвестиции, либо же сотрудника. Соответственно, вы показали диплом и пошли сотрудникам. Чтобы получить рабочее согласие на работу директором, нужно либо же сотрудника 6 месяцев иметь, либо же 50 тысяч инвестиций. Соответственно, вы можете сделать либо в начале, что у вас человек, пошел первый человек по диплому, 6 месяцев проработал, а потом на директора запросили. А можете, если вы вкладываете 50 тысяч евро, то трудоустроился директор, потому что показали 50 тысяч вложений, а второй человек трудоустроился сотрудником, потому что у него, например, есть диплом о высшем образовании. Но всегда надо продумывать, кому какое рабочее разрешение, оно же согласие на работу, кому какое нужно. Потому что кто-то из вас будет только представлять интересы компании и будет связан, ограничен этими возможностями, функциями. А кто-то будет ограничен непосредственно работами, которые он выполняет. Кстати, вот еще хочу такое сказать, что не пугайтесь, если вы хотите заниматься несколькими деятельностями. Есть еще такой очень удобный способ, как работа члена семьи до 40 часов в месяц. Что это значит? Например, один из вас в компании, например, ваша жена просто по уставу директор. Она может выполнять директорские функции до 90 дней в году. При этом другой человек из вас получил согласие на работу, возьмем, того же программиста. Если при этом вы хотите, чтобы ваша компания, например, продавала бижутерию, это как пример, а вы связаны с согласием на работу программиста, если эту бижутерию, например, делает ваша жена, она может официально без дополнительных налогов выполнять работы до 40 часов в месяц. То есть она может заниматься либо продажей бижутерии, либо ее производством, либо и тем, и тем. Главное, что это 40 часов в месяц. Таким образом, вы не ограничены, то есть если вы в паре, вы не ограничены только вот одной вакансией. Единственное, тут я, может, не совсем точно уточнила, если человек работает 40 часов в месяц, это должен быть ваш ближайший член семьи, то есть это либо дети совершеннолетние, либо же жена, либо же муж. И за него обязательная уплата страховки. Это страховка от несчастного случая на рабочем месте, и это стоит 4,5 евро в месяц. Это, по сути, все ваши затраты. Вот, и последний вопрос, и после этого мы двигаемся дальше по презентации, это Елена спрашивает, правильно ли я поняла, что если у человека диплом инженера, а он хочет открыть, скажем, интернет-магазин, то он должен подавать на разрешение на работу менеджера по продажам. Елена, это зависит… Диплом в данном случае не имеет отношения. Диплом имеет отношение только к тому, только к тому, если он хочет получить согласие на работу на трудоустроенного того или иного менеджера, разработчика интернет-магазина и так далее. То есть диплом есть? Отлично. Тогда вам не нужно выполнять требования инвестиций, либо же 6-месячного найма сотрудника. А дальше вы уже должны для себя сказать, чем он будет в компании заниматься. И вот если он будет менеджером по продажам, то есть если он будет заниматься продажами, тогда да, тогда вы объявляете вакансию менеджера по продажам. И в данном случае самое большое и самое важное, по сути дела, в процессе трудоустройства на конкретную вакансию — это объявить такую вакансию. То есть такие требования, вернее, такие свойства должны быть у вас, такие знания, такой опыт, квалификация, которым не будет на данный момент соответствовать ни один безработный словенец, либо гражданин есть, который бы мог числиться на бирже труда, который в данный момент безработный. Например, если вам нужен русский язык, и вы его знаете, вы можете доказать, что у вас гражданство российское. Если же у вас есть уже опыт менеджера по продажам, и причём он задокументирован в трудовой книжке, то обязательно прописать требования к вакансии — это вот столько-то лет опыта работы. Но опять же, любое требование должно, конечно же, быть логичным. То есть, соответственно, вы не можете менеджеру по продажам прописать, например, рост 190, потому что он менеджер по продажам. Вот, наверное, в модельное агентство, если вы берёте модель, тогда вы можете такие требования прописывать. Вот, спасибо всем за вопросы. Я предлагаю двигаться дальше. У нас ещё будет в конце опять снова блок, серия вопроса-ответы. Теперь, собственно, для чего сегодняшний вебинар устраивался. Это действие сразу после приезда в Словению. То есть, что вам нужно не забыть выполнить. Опять же, если вы работаете и переезжаете с помощью компании вашего представителя, который представляет ваши интересы в Словении перед чиновниками, то большинство вот из этих пунктов, которые здесь перечислены, естественно, вы делаете с ним вместе. Также скажу, что если вы работаете с нашей компанией, то, по сути, по-моему, всё, что я здесь вижу, это всё входит в пакет услуг по ВНЖ. Если что-то не входит, я сейчас буду зачитывать и тогда уточню это. Итак, когда вы приехали, первым делом, что вам нужно сделать, это поиск жилья и регистрация по месту жительства. Соответственно, как обычно поступают люди. Вот они знают, мы их проинформировали, что их карточка ВНЖ готова, и завтра мы заказываем DHL, и она DHL-почтой отправляется в Москву, в Киев, в посольство. У вас есть небольшой срок. Вы можете забрать карточку из посольства через неделю, через две, но как только вы забрали карточку, в течение 14 дней вы должны уже зарегистрироваться в социальное страхование в Словении. А для этого перед этим вам нужно найти жильё и зарегистрироваться по месту жительства. Соответственно, когда вот наши клиенты, например, они знают, что вот-вот ВНЖ будет готова, либо мы их оповестили о том, что карточка ВНЖ готова, мы даём сайты, в принципе, и сайт это всего три по поиску недвижимости в Словении, и люди могут самостоятельно поискать, посмотреть ссылки на ту недвижимость, которая им нравится. То есть это может быть квартира в Любляне в центре, это может быть дом в пригороде. И, как правило, наши клиенты, то есть, конечно, кто-то пишет нам требования, и мы сами за них ищем жильё, но это не совсем целесообразно. Как правило, люди ищут сами ссылки, нам говорят свои требования, и далее мы к моменту их приезда уже организовываем просмотры. Естественно, мы, читая славянский текст объявлений, разговаривая с арендодателем, мы уточняем все необходимые требования, которые есть, которые просит клиент проверить, ну и мы знаем сами, с нашей точки зрения, с нашего опыта, что необходимо. То есть мы всегда уточняем, когда возможно заселение, возможно ли регистрация по месту жительства. По законодательству, конечно же, они обязаны вас регистрировать, но не все этого хотят делать. И возможен ли юрадрес, регистрация юрадреса по месту жительства. Почему регистрация юрадреса по месту жительства? Только потому, что для вас это экономия ваших финансов. Если же вы арендуете у кого-то юрадрес в рамках услуги так называемого виртуального офиса, то это лишние траты. Поэтому большинство наших клиентов, наверное, 95% переносит юрадрес по месту жительства, пока они не открыли офис, магазин. А если они и дальше продолжают работать из дома, у многих дистанционная работа, тогда, естественно, юрадрес остается у них дома. Как только вы нашли жилье, вы идете с вашим представителем и регистрируетесь по месту жительства. Это занимает, наверное, минут 5. Только еще очередь нужно выстоять. Иногда они большие, иногда это без очереди. Иногда их не бывает. Далее, регистрация в фондах социального страхования. Как правило, это делает уже бухгалтер, но он может это сделать только после того, как вы зарегистрировались по месту жительства. Это вот то необходимое действие, которое нужно осуществить в течение 14 дней. Соответственно, как только вы зарегистрировались, вашему бухгалтеру нужно дать подтверждение о регистрации, она сразу же вас зарегистрирует. То есть поскольку наша компания, это и менеджеры, и бухгалтер работают вместе, то есть менеджеры, которые ведут людей по ВНЖ, и бухгалтер, вот рабочее место за мной, там вы видите много папок, то, естественно, человек приходит к нам в офис вместе с менеджером, с регистрацией, и бухгалтер тут же с помощью определенного доступа к этой системе, регистрирует человека в фондах социального страхования. Далее идет, первое, это то, что нужно вам мониторить, это то, к чему вы еще не привыкли, это то, что каждый месяц ваша компания должна всем сотрудникам, если сотрудник это вы, начислить заработную плату и уплатить отчисление в фонды социального страхования. Расчет всей зарплаты, всех налогов, как правило, делает бухгалтер. Далее, оформление страховки в Словении и в ЕС для себя и членов семьи. Когда вас бухгалтер регистрирует в фондах социального страхования, в том числе это оформление медицинской страховки в Словении, то есть это все делает бухгалтер. Далее, если же вы хотите, чтобы у вас эта страховка действовала тоже и в странах ЕС, когда вы путешествуете, то вы делаете еще для себя и страховку для стран ЕС, это ничего не стоит. Например, в наш пакет услуг оформление страховки по ЕС тоже входит в наш пакет услуг. Дополнительных денег у вас каждый месяц за это нету. Ни третьим лицам, ни непосредственно фонду по медицинскому страхованию. Далее, постановка на учет в медицинское учреждение. Это предполагается, что? Поскольку вы уже поселились, то наш менеджер выбирает для вас, смотрит, какая поликлиника относится к вашему месту жительства. И после этого согласовывает с вами дату, когда вам удобно, когда пойти и встать на учет к врачу. Соответственно, вы знаете, куда звонить, если срочные у вас какие-то обращения, куда идти, если там что-то ноет, но не срочно, куда обращаться в воскресенье, когда поликлиника не работает. И, в принципе, вам нужно как раз обсудить о том, как работает медицинская система в Словении. Карточку страхования вам нужно иметь всегда. Если вы карточку вдруг забыли и, не дай бог, вы попали в скорую, постарайтесь узнать ваш номер страхования, то есть номер карточки, и тогда они смогут по своей системе пробить ваши данные, и вам не придется платить за обращение. Далее, в первый год вы имеете право на бесплатные курсы славянского языка при наличии годового ВНЖ. Ну, собственно, ВНЖ-то на год и получаете. И первый год вы имеете право на 60 часов, далее 120. Вы поставьте себе галочкой, не забудьте, когда вы идете регистрироваться по месту жительства, поскольку это делается все в том же окошке, вам нужно заполнить анкету, вернее, даже не заполнить, а подписать, но этого человека, который сидит в окошке, попросите его, чтобы они вам распечатали анкету, которую вы подписываете, а это именно ваш запрос на бесплатные курсы славянского языка. В принципе, если вас сопровождает менеджер, то он, конечно же, вам это все поможет с коммуникацией. Далее, запрос бесплатных уроков славянского языка для школьников. Ага, если вы приехали, вы приехали с детьми, то есть у детей уже есть ВНЖ, значит, дети уже в школу записаны, потому что детей записывают в школу еще до их приезда с ВНЖ. Как только у них уже ВНЖ, они имеют право на бесплатные уроки славянского языка. Это нужно переговорить с учителями в школе, и раз-два в неделю с ними после уроков будет заниматься классный руководитель. Это немного, но как минимум, это детям помогает где-то с домашним заданием, ну и, конечно же, со славянским языком, хотя, конечно, практика ежедневная в школе со сверстниками, наверное, для них более полезная. Далее, что еще нужно сделать сразу после приезда в Словению? Это оформить налоговые номера славянские на членов семьи. Как оформить налоговый номер, вы помните. Это сходить в налоговую, заполнить анкету, принести ИНН своей страны, показать. Зачем это нужно? Если у вас член семьи работает, то даже перед тем, как ему работать, ему нужен будет этот налоговый номер. Если же это ваш ребенок, либо это жена, либо муж, которые не работают, например, находятся по учебе в Словении, либо по воссоединению, то есть не по трудоустройству, тогда вы имеете право на налоговые послабления при подоходном налоге, который, помните, мы вот раньше уговорили, 60 евро на минимальную зарплату. Соответственно, за год это довольно хорошая экономия. Некоторые по 2000 евро экономят, особенно если у них высокая зарплата на 4 человек. Поэтому оформить налоговый номер на члена семьи и сразу же сообщить его бухгалтеру – это полезная вещь. Далее, как только вы получили прописку, вам нужно будет сходить в банк. Опять же, вы можете идти сами в банк, вы можете идти с вашим менеджером. В пакет услуг нашей компании входит сопровождение людей. По сути, по всем, которые я сейчас сказала, пожалуй, только со школы мы не договариваемся на славянский язык. Если нужно, то для нас это не составит труда. Последнее такое важное дело – это сходить в банк и договориться о смене статуса счёта, который на вас открыт. Потому что изначально, когда вы приехали как иностранец, банк на вас открывает счёт физического лица как нерезидента, кроме того, что он, допустим, стоит 5 евро, а не 2 евро, как это в случае с резидентами, у вас будет не очень удобный интерфейс пользования интернет-банком. По крайней мере, недоработки в банке Юникредит, в которой мы очень любим работать именно с Юникредитом, банк, у них такая есть недоработка. Поэтому, как только вы приехали, у вас есть прописка, наши менеджеры договариваются с сотрудником банка, что вы придёте, и вам нужно прийти и, собственно, только подписать документ, поставить свою роспись. После этого у вас счёт физического лица как резидента, удобный интерфейс интернет-банка. И, наверное, это самые, вот то, что я сейчас проговорила, самые важные действия, которые вам нужно сделать в течение первого месяца в Словении. Далее я хотела бы проговорить особенности работы с бухгалтером в Словении. Поскольку в Словении бухгалтер у вас, скорее всего, будет на аутсорсинге, потому что вряд ли вы будете нанимать сразу себе бухгалтера на работу, ну, нет смысла его нанимать даже на полдня или на целый день, потому что вначале, как правило, у людей небольшие обороты и не так много работ для бухгалтера, имеет смысл привлекать бухгалтера на аутсорсинге. Средняя стоимость разнится в Словении по Любляне, наверное, 75-95 евро – это стартовая цена. В компаниях по иммиграции, в том числе в нашей компании, у нас стоимость – это 95 евро за месяц. И, естественно, есть определенный перечень услуг. И вы, когда подписываете договор с любым бухгалтером, вы должны этот перечень услуг, оговаривать. Потому что у кого-то есть, например, пакет документов за 75 евро, в смысле договор за 75 евро, но туда входит очень мало услуг, которые ему, в принципе, нужны. И тогда каждый месяц он доплачивает еще там, не знаю, сколько, 20 или 60 евро за консультации. То есть надо смотреть всегда, что входит в пакет услуг, который вам предлагает тот или иной бухгалтерский сервис. Соответственно, первое, что вы делаете с вашим бухгалтером, можно это делать еще и на моменте переезда, не только, когда уже переехали, уже вот горит, когда выплачивают зарплату, это проговорить договор, желательно его перечитать и получить, естественно, его на русском, не только на славянском, то есть что у вас должна быть двоязычная версия. Это вам нужно просмотреть этот договор и согласовать перечень услуг. То есть поговорить с бухгалтером, какую деятельность вы планируете. Какая-то, но у вас уже должна быть. Я знаю, что людям очень сложно, многие говорят, что мы не были в стране, мы не знаем, чем заниматься, но таков порядок в Словении, то есть вы должны уже что-то знать, с чего вы будете начинать в Словении, иначе вы просто не можете получить документы. Соответственно, вы с бухгалтером обсуждаете вот эти нюансы и смотрите тот пакет услуг, который они вам предлагают. Входят ли вот все вот эти необходимые проводки, отчеты по НДС, расчет зарплат в таком-то размере, может быть, вот эти 40 часов работы мужа, жены, входит ли это все в перечень услуг по договору. Если же не входит, запросите ценник работ компании. То есть тогда вы будете знать, что ага, сюда отчет по НДС не вошел, но я должен буду платить 20 евро дополнительно каждый месяц, поскольку первые годы компания сдает отчет по НДС каждый месяц, даже если он нолевой. Далее вы должны поговорить с бухгалтером с вашим. Вы это можете сделать заранее, вы можете это сделать уже после приезда, а именно получить от него вообще детальную консультацию, что ваша деятельность, какие особенности. Особенность может быть форма налогообложения. Например, это может быть классическое стандартное, вот мы с вами ее проговорили, доход минус расход равно прибыль, налог на прибыль 17%, а может быть так называемая система, упрощенная система, то есть то, что в России, извините, что у меня сегодня данные только по России, на самом деле у нас много клиентов из Украины, из Казахстана, из Беларуси, но как-то про Россию сегодня вспоминаю больше. Вот, например, упрощенная система налогообложения в России, это просто сегодня как раз говорила с человеком, когда он уплачивает 6% от оборота. Что-то подобное есть в Словении, только там другие проценты и другая форма там, в принципе, другая форма налогообложения, но это а-ля упрощенка. И вам нужно поговорить, может быть, она вам выгодна. Далее вы должны поговорить про НДС, нужен ли вам этот номер, может быть, он обязателен для вас, потому что, если вы оказываете услуги на ЕС, то вам обязательно нужно запросить НДС номер для работы с ЕС. Если же у вас оборот превышает 50 тысяч, вам обязательно, вы обязаны получить НДС номер для работы со Словении и с ЕС тоже. Если же у вас, и, конечно же, ваш бухгалтер должен вам посоветовать, в принципе, нужно вам это или нет, потому что бывает такое, что человек не работает с ЕС, у него нет оборота более 50 тысяч, но ему выгодно сейчас получить номер НДС, потому что сейчас у него большие закупки, а получивший номер он имеет право на возврат этого НДС. В Словении те, кто имел опыт бизнеса в России и в Украине, знают, насколько тяжело НДС возвращать. В Словении, ну вот по опыту вам говорю, мы сдаем отчет по НДС, например, в феврале за январь, и если мы имеем право к возврату, то уже в середине марта мы получаем возврат этого НДС. Далее вам нужно поговорить про оптимизацию налогов. Что такое оптимизация налогов? То есть как, опять же, это и форма налогообложения, это имеет ли смысл вам брать расходы на фирму, какие расходы на фирму, какие вы можете брать, какие суточные, пути вылезты и так далее. То есть это все вам нужно обсудить с бухгалтером. И как я говорила, очень хорошо, когда у вас бухгалтер работает вместе с менеджерами по ВНЖ, потому что тогда бухгалтер понимает какие-то нюансы, которые, возможно, для вас будут важными при пролении документов. Кстати, вот был такой вопрос, сейчас скоро свидала, это о том, что, например, бухгалтер отследил, что повысился минимальный прожиточный уровень. Это значит, для менеджера по ВНЖ ему надо просчитать, ага, уже не 290 евро содержание на человека, а допустим 300. И тогда менеджер знает, что ага, у моего клиента, у него семья из 4 человек, значит, его зарплаты больше недостаточно для содержания семьи. И он быстро дает команду бухгалтеру изменить зарплату, то есть ее тогда нужно повышать, чтобы хватало под, например, по 300 евро на человека. С бухгалтером вам нужно, собственно, чтобы бухгалтер вначале вас ввел в курс дела, потому что, естественно, когда вы приезжаете, вы не знаете ни как выставлять счета фактуры, ни что такое счет, то есть в чем различие, как работать с кассой, как брать счета на компанию, как выставлять эти счета. Вот это все вы должны как бы проговорить, что вам нужно и может быть вместе с менеджером вашим, вместе с бухгалтером сесть, запросить образцы документов и после этого, то есть один раздел в счет фактуру, вы дальше будете знать, как ее делать дальше. Конечно, если же вы не хотите этим заниматься сами, вы можете бухгалтеру давать данные, но данные будут те же самые, что вы будете вбивать в счет фактуру. То есть это получатель, на кого вы выставляете счет, это сумма, это дата, это дата оказания услуг и это, собственно, услуги, то есть что это были за услуги, или это был товар, и так далее. Далее, поскольку у вас бухгалтер на аутсорсинге, у вас с ним, как правило, идет дистанционная работа, то есть это не то, что у вас сидит бухгалтер целый день с вами, это бухгалтер в другом офисе. Есть компании, вам это нужно проговаривать, есть компании, которые уже в своем договоре говорят, у нас так называемый отзывный час, то есть время, когда бухгалтер обрабатывает ваш вопрос или ваш запрос, вот вы попросили бухгалтера выставить счет, фактуру, или вам предоставить, не знаю, образец документа, то есть есть такие бухгалтерские сервисы, которые говорят, что у нас вот этот отзывный час, два дня. Если вам это удобно, ради бога, вот, но зная особенности нашего менталитета, в том числе и моего, если мне что-то нужно, мне это нужно на вчера, поэтому для меня бы работа с бухгалтером, где два дня он отвечает, для меня она бы не подходила. Далее дистанционная работа предполагает, что всю документацию вы можете либо раз в месяц бухгалтеру приносить, как правило приносится документация по компании раз в месяц за предыдущий, с бухгалтером вы оговариваете даты, либо же вы приносите лично к бухгалтеру, нам, например, нравится, когда люди к нам лишний раз заходят в офис, мы видим, может быть, что-то подскажем, может быть, они нам что-то интересное расскажут. Нам нравится, когда люди в папочках в прозрачном файле приносят документы за прошлый месяц, но не всем удобно, потому что мы находимся в Любляне, кто-то находится на море, кто-то находится в Мориборе, на Бледе, в Бохине, поэтому, конечно же, эти люди нам делают сканы своих документов и этого достаточно для того, чтобы бухгалтер могла ввести, вносить в учет документы, которые прислали. Далее, бухгалтер плюс специалист ПВНЖ в одной компании. Ну, собственно, я уже, наверное, пару раз об этом упомянула, поэтому я не буду, опять же, на преимуществах останавливаться. Для кого-то преимущество, для кого-то не важно, это просто скорее информация для того, чтобы вы подумали, как вам удобнее работать. Далее, вы с бухгалтером также оговариваете про документы, какие у него ведутся и какие документы есть у вас. Есть такие случаи, когда люди приходят, допустим, они хотят поменять бухгалтерский сервис, но у них никаких документов на руках вообще нет, и они даже не знают, какие у них должны быть. В принципе, вы должны, мне кажется, что изначально понимать, какие документы, то есть, если вы решаете, что все документы хранятся у бухгалтера, кому-то удобно сбросить с себя эту ответственность, пусть бумаги будут у них, более того, это удобно, потому что они в одном месте, а кто-то, наоборот, предпочитает у себя хранить все оригиналы, только сканы там отправляясь бухгалтеру, и то только половину документов, которые бухгалтеру не нужны, они держат у себя дома. Так вот, вы должны изначально для себя решить, что остается у бухгалтера, что у вас дома. То есть, если, допустим, вы через год решите, что вам нужно поменять ваш бухгалтерский сервис, вы должны понимать, что есть у бухгалтера, что вам от него просить. Хотя, в принципе, наверное, может быть, это и лишнее, потому что есть определенный список документов, которые бухгалтер должен передавать по законодательству. В принципе, этого достаточно для того, чтобы следующий бухгалтер уже начинал свою работу. Но, опять же, если ваше согласие на работу хранится у бухгалтера, а это не бухгалтерский документ, это ваш личный документ, то, безусловно, вам нужно знать, что этот документ хранится у бухгалтера. Если ваша печать тоже у него, опять же, безусловно, вы должны где-то у себя иметь это там записано, что печать находится у бухгалтера. Далее, следующий наш слайд это памятка на каждый месяц владельцу компании. То есть, вначале мы с вами проговорили про то, что нужно сделать в первый месяц. Далее мы поговорили про работу с бухгалтером. А теперь, что вам нужно делать ежемесячно, то есть, в течение первого, второго, третьего года, четвертого, пятого, пока у вас есть компания. Итак, вы должны помнить, что компания должна выплатить вам зарплату, налоги, социальное отчисление либо до 15, либо до 18 числа текущего месяца за предыдущий. У кого-то 15 число, у кого-то 18. Если вы хотите раньше выплачивать зарплату, вы должны это оговорить с бухгалтером, и она тогда будет это знать и, в общем, сообщать в налоговую другие даты. Далее, вы должны выплачивать страховку на члена семьи по краткую трайну делу по необходимости. Это то, что мы уже проговорили, то есть, если у вас человек, ваша жена либо совершеннолетние дети вам помогают в бизнесе, то вы его оформляете в так называемую краткую трайну делу, то есть, до 40 часов в месяц. Это значит, что на него каждый месяц вы должны выплачивать страховку 4,5 евро. Расчет этого документа делает бухгалтер, потому что там не только уплата страховки, но и документы она подает тоже в... Не уверена, потому что это делает бухгалтер, но, по-моему, она подает то ли в налоговую, то ли в социальные, в медицинские фонды. Далее, передача всей документации по компании бухгалтеру в начале месяца за предыдущие. То есть, бухгалтер вносит в учет все документы либо по факту их получения. Вот у нас есть клиенты, у которых, допустим, ну, счета там каждые 2-3 дня и им удобно нам присылать их каждые 2-3 дня по имейлу, то есть, отсканировал и сразу бухгалтеру отправил. И тогда бухгалтер вот в режиме реального времени вносит это в учет. Некоторые клиенты предпочитают собирать документы и потом за раз все сделать и отправить, либо привезти. Вы с Вашим бухгалтером должны договориться, как это у Вас будет происходить. То есть, до какого числа, а желательно, чтобы это было прописано в Вашем договоре, чтобы Вы знали, чтобы и бухгалтер знал о своей ответственности, и Вы знали свою ответственность. То есть, до какого числа каждого месяца Вы должны предоставить документы по компании. если Вы не НДС-плательщик, то для Вас это не смертельно. Если Вы предоставите документы позже, бухгалтер-то Вас простит. Тут главное, чтобы у налоговой не было никаких к Вам запросов. Вот. Но, в принципе, то есть, если Вы НДС-плательщик, Вам нужно строго, настрого следить и знать, что в феврале, последний день рабочего февраля, сдается весь отчет за январь. Соответственно, если Вы НДС-плательщик, то все документы Вы должны предоставить в феврале бухгалтеру вовремя. Если же Вы не НДС-плательщик, это не критично, но тогда нужно просто договариваться с бухгалтером, как ему удобно, чтобы не было такого, что Вы в конце года принесли все документы, а у него запарка с годовыми отчетами, и он будет на скорую руку делать Ваши документы. Ну, то есть, это тогда просто риск ошибок, которые, как бы, Вы сами неким образом в этом задействованы. Далее. Каждый месяц Вам нужно не забывать ввести так называемые путевые листы. Это в том случае, если у Вас машина оформлена на фирму. Что это значит? Машина, которая оформлена на фирму, это машина фирмы. Соответственно, если Вы ею пользуетесь, Вы либо любой сотрудник, то нужно ввести путевые листы, а это значит, куда ездил, сколько километров проездил, кто ездил. Если же Вы пользуетесь машиной в частных целях, например, машина на фирму, а Вы повезли детей в детский сад, либо поехали на море, то тогда, если этого нету в учете, ну, понятно, это не может быть, потому что это не дело фирмы, то есть, Вы тогда должны уплачивать так называемую преференцию. Преференция – это тот же а-ля подоходный налог, то есть, Вы получили доход только от компании, не в виде денег, не в виде зарплаты, в виде машины в личное пользование, и вот из этого уплачивается так называемая преференция. Сумма этой преференции зависит от стоимости машины, ее рассчитывает бухгалтер. Почему машина на фирму выгодна? Так, небольшое отступление, а почему, а иногда наоборот невыгодно. Если же Вы много ездите на машине по фирме, возможно, Вам выгодно, но если у Вас машина на физлицу, потому что в том числе Вы ее используете в частных целях, не волнуйтесь, расходы на фирму Вы можете брать, потому что любой проезженный километр на личной машине в целях компании это 36 центов необлагаемых налогом за вот, опять же, Вы внесли в путевой лист, что Вы съездили, например, Любля на Крань, это 30 километров, и 30 обратно 60 километров, умножили на 37 центов, и вот эти деньги компании Вам должна, может, вместе с заработной платой Вам их выплачивать. Поэтому некоторым надо рассчитывать, да, смотреть Ваш реальный километраж, смотреть примерный, Вы можете, опять же, с бухгалтером продумать, сколько Вы ездите в месяц по личным целям, сколько Вы ездите по компании, подумать, куда Вам оформлять машину. Но изначально, если прибыли большой не планируется, а Вы пользуетесь машиной в частных целях, конечно, лучше ее иметь на физлицо. Но там свои нюансы есть, и я их коснусь немножко позже. Далее, учет работы членов семьи в произвольной форме. Это вот все тоже краткотрайну дейлу. То есть, кроме того, что нужно заплатить страховку за члена семьи, 4,5 евро в месяц, Вам нужно ввести учет его работы. Вы берете тетрадку, берете журнал, который потом храните, и пишете, когда, кто, и сколько времени, и в конце месяца подводите черту, и это вот количество времени не должно превышать 40 часов. Должны быть подписи двоих сторон, то есть, либо жена, либо муж, но и директор компании. А, тут единственное, что я хочу уточнить, что это может помогать ближайший родственник, учредителя. То есть, если Вы директор и учредитель, да, если же у Вас учредитель, там, Яныс, НУВАК, славенец, то Вам не может помогать жена по этой работе. Может только его жена помогать. Далее, отчет по НДС. Опять же, если Вы каждый месяц, вернее, если Вы НДС-плательщик, то Ваш бухгалтер сдает каждый месяц отчет. Желательно, кто хочет, кто нет, но, как правило, кто-то смотрит отчеты, которые бухгалтер готовит, кто-то не смотрит, потому что он очень занят, этого выбирайте. Если же Вы хотите каждый раз сверять все цифры с бухгалтером, Вам нужно договориться, до какого числа Вам бухгалтер присылает этот отчет. например, нам удобно, что те, кто проверяют, у кого много либо там большие какие-то проводки, то есть он ожидает большой возврат, чтобы все было учтено, а иногда может быть не учтено. Почему? Вот у нас был случай, человек думал, что счет это то же самое, что счет фактура, а на самом деле для отчета по НДС важен счет фактура. Соответственно, когда он нам предоставил только счет, мы в отчет по НДС его не могли внести, и для этого вот именно, чтобы такого избежать, то есть это, как правило, такие бывают ошибки на первых месяцах, когда еще человек чего-то не знает, какие-то нюансы, и такое вот случается. То есть, соответственно, вот если есть такая проверка заранее, там, до 20-го числа бухгалтер делает отчет, и у вас есть еще 10 дней с ним согласовать, если что-то вы видите, что, например, вы знаете, что у вас был счет на 2000, а он не внесен, то есть тогда нужно выяснить, почему не внесен. Может быть, вы что-то не так, либо он не дошел бухгалтеру, либо же это не счет фактура, а только счет. Далее, если у вас есть касса предприятия, то вы тоже вот эти бумаги по кассе должны предоставлять бухгалтеру каждый месяц за предыдущий. Если же вы сделали кассу, то у вас должно быть внутреннее распоряжение по кассе, по компании, то есть, с вашей подписью, с печатью. Это называется блага банюшки максимум и там вы должны кроме того, что прописать, каким образом, то есть, что из себя представляет касса, это аппарат, либо это ваш кошелек. Кроме этого, вы должны еще себе решить, какой у вас будет кассовый лимит. И вы знаете, что если кассовый лимит превысил 5000 евро, это, как правило, бухгалтер ведет учет кассы потом, но если вы знаете, что превысило 5000 евро, тогда вы должны деньги понести, отнести в банк и положить на счет компании. Другое дело, что если у вас меньше, например, вы 100 евро заработали, не хотите их хранить в офисе где-то, либо в сейфе, вы можете уже и 100 евро, главное, не превышая вот этот кассовый лимит. Идем дальше на следующий слайд. И теперь, что вам нужно делать раз в год. То есть, то, о чем помните или то, о чем просто заранее знать, потому что большинство из этого помнит либо ваш менеджер, либо по ВНЖ, либо бухгалтер. Ну, я, например, знаю, что одна голова хорошо, две это лучше. То есть, всегда хорошо, когда человек хоть как-то, но понимает, что у него по компании происходит. Опять же, я против того, когда люди, вместо того, чтобы зарабатывать здесь деньги, пытаются разобраться в бухгалтерии, например, как делать расчет зарплаты и, имеется в виду, пытаются разобрать почему тут 7 центов, а не 10, потому что лучше в это время вы зарабатываете деньги тем, чем вы умеете, доверить бухгалтеру расчет там, где 7, а где 10 центов. Но в целом, конечно же, я за то, что процесс, в принципе, процесс вы должны весь понимать. Собственно, поэтому этот вебинар и сегодня мы организовали и проводим. давайте посмотрим, что вам нужно помнить каждый год и что нужно делать раз в год, что относится к вашей компании, то есть по бухгалтерии. Вы должны знать, что раз в год выплачивается регресс сотрудником компании. Сотрудником компании можете быть вы, может быть, нанятые сотрудники. Регресс это это что-то вроде, например, человек у вас проработал год, вы ему еще должны заплатить, я это называю 13-й зарплатой, то есть еще одна зарплата ему полагается. Если же он у вас проработал 6 месяцев, то, соответственно, делается процентное соотношение и выплачивается процентное соотношение. Вот этот регресс, он связан с отпуском. Поэтому мне кажется, что российский аналог этого это отпускные. Так сложилось, что я бухгалтерии вообще не касалась до переезда в Словению, а теперь 5 лет я уже, за 5 лет я достаточно много чего выучила, поэтому я могу российских терминов не знать, но я прекрасно знаю славянский и понимаю, что это в славянском, но не всегда могу подобрать русские аналоги, так что простите. Раз в год выплачивается сотрудником так называемый регресс. Опять же, об этом знает ваш бухгалтер, просто как бы для вас эта информация. Информация, чтобы вы были готовы, что раз в год вам нужно будет еще 13 раз заплатить подоходный налог и зарплату. Социальные взносы не нужно при этом выплачивать. Далее, вы знаете, как мы говорили раньше, что вам, что до 31 марта подается годовой отчет компании. То есть, раз в год за предыдущий год, например, в этом году мы сейчас сдаем отчеты за 2015 год с 1 января по 31 декабря 2015 года. Итого, раз в год до 31 марта бухгалтер сдает годовой отчет. Хорошо, если вы знаете, что вы работаете с прибылью и вы контактируете бухгалтера на всякий случай, вы контактируете его заранее. То есть, наш бухгалтер, если у человека прибыль, она всегда сама связывается и говорит, по годовому отчету у вас прибыль 10 тысяч. Человек для себя понимает, то есть, он примерно понимает, правда, неправда, может быть, где-то он знает, что у него счет в декабре был или в январе за декабрь, а он забыл его дать, а этот счет на 10 тысяч, он понимает, что этот счет не учтен. То есть, как минимум, сверить хотя бы на глаз цифры, когда бухгалтер пишет, доход компании за год столько-то, расход столько-то, прибыль такая-то, то есть, хотя бы примерно, если у вас время есть, вы не заняты работой 12 часов в день, у вас есть время хотя бы примерно понять, да или нет, потому что очень часто ошибки бывают, потому что не предоставлен какой-то документ, либо же вы предоставили счет, а не счет фактуру, а бухгалтер понимает, что счет он не может внести в годовой отчет. То есть, желательно, если вы знаете, что у вас будет прибыль в компании, то, например, в ноябре, в ноябре там поинтересоваться, какая прибыль у вас на ноябрь года. Может быть, вы увидите, что у вас большая прибыль, решите купить какие-то, то, что вы хотели покупать в январе, вы решите купить в декабре, чтобы это пошло в расходы компании. Ну и, конечно же, перед тем, как бухгалтер сдаст отчет, вам желательно посмотреть, что вообще, к чему готовиться, к каким налогам на прибыль и авансовому налогу на прибыль, что вас ждет. Далее, до 30 апреля, то есть, как правило, в апреле сдается отчетность в пенсионный фонд. Это тоже все делает бухгалтер. Вам я говорю для общей информации. Также любой сотрудник в Словении имеет право на отпуск, поэтому отпуск, распоряжения по отпуску уже идут в феврале. Кто-то делает распоряжение, кто-то заранее с сотрудниками оговаривает, когда тот идет в отпуск, но вы должны помнить, что, в общем, сотрудник имеет право на отпуск. Далее, по вашим личным документам. То есть, это мы проговорили по компании. Если у вас есть компания, если вы владелец, что вам нужно проследить, что вам нужно сделать. Или хотя бы просто иметь у себя информацию в голове о том, что должно быть. Вот, что у вас по личным документам. Итак, все, кто приезжает в Словению и получает здесь ВНЖ и имеют водительские права, пусть это будет международного образца, но не выданные в Словении, им нужно до года своего ВНЖ пересдать на водительские права. Пересдаете вы только практику, теорию не нужно. Тут еще такая оговорка, что вам важно хотя бы записаться на пересдачу до окончания первого ВНЖ, до окончания года ВНЖ, потому что если вы позже это сделаете, то вы можете попасть на обязательство сдавать еще и теорию. как пересдавать на водительские права есть отдельная статья, это включает и медосмотр, и часы с инструктором, нету какого-то минимума обязательного, но как правило там хотя бы 2-3 урока взять желательно, стоит это примерно 20-25 евро за час. Итого, мы с вами проговорили, что в течение первого года вам нужно пересдать на права, пересдаете вы их после 6 месяцев жизни в Словении, до этого вы не можете, пересдаете вы только практику. Далее вы должны посмотреть, проверить свои документы на автомобиль, вам нужно посмотреть до когда у вас страховка на автомобиль и до когда у вас регистрация. В Словении регистрация делается либо до окончания страховки, либо до окончания техосмотра. Если же у вас машина на физлицо, у вас всегда будет регистрация только до даты окончания ВНЖ. К сожалению, знаю про некоторые случаи, когда люди не знали, что регистрация это не то же, что и страховка и продлевали только страховку, но на самом деле оказывалось, что у них машина все равно не зарегистрирована. Пусть вас не пугает слово регистрация, потому что любая повторная регистрация занимает, ну если без очереди, то, наверное, 10 минут времени. Поэтому перерегистрация происходит быстро, другое дело, что надо помнить о том, что есть страховка, есть регистрация. Эти даты плюс еще техосмотр всегда нужно контролировать. Не дай бог, чтобы у вас не получилось, что вы выехали за рубеж, а у вас техосмотр закончился, а техосмотр вы сможете сделать только в Словении на славянский автомобиль. далее. У вас есть оформление статуса налогового резидента через 6 месяцев. Это вещь, которая вам необходимо делать по закону. Законодательство, именно закон о подоходном налоге говорит следующее, что если же человек прожил в Словении более 6 месяцев, проработал более 6 месяцев, то он должен стать налоговым резидентом в Словении. Если же у человека и экономические интересы, то есть его работа, и семья живут в Словении, то он становится налоговым резидентом с момента, когда переехала его семья. Что это для вас значит? То есть статус налогового резидента, даже если вы бумажку не отнесли, не подали, это вас все равно не освобождает от того, что по законодательству вы уже налоговый резидент. Но тут есть две стороны медали, но к сожалению мы как бы от второй негативной уйти не можем. То есть если вы налоговый резидент, вы имеете право на налоговое послабление. Это и при социальных взносах, и при подоходном налоге. Потому что помните, если у вас есть иждивенция, вы имеете право на возврат подоходного налога, плюс если вы налоговый резидент, то вы тоже имеете право на налоговое послабление на этот подоходный налог. Например, он выражается в том, что первые 6 месяцев у вас подоходный налог 100 евро на минимальную зарплату, и только после 6 месяцев у вас подоходный налог 60 евро, о котором мы говорили в начале с вами. Соответственно, налоговое послабление, потому что вы стали налоговым резидентом, выражается в 40 евро на минимальную зарплату. То есть до этого первые 6 месяцев это 100 евро подоходного, далее это 60. Если у вас есть дети, то это уже не 60, а может дойти до нуля. Но это не отменяет оплату социальных взносов, то есть вот это медицинское страхование, инвалидский фонд и пенсионный. Но какая негативная, возможно, но, к сожалению, от этого мы никуда не уйдем. Сторона медали это то, что как только вы налоговый резидент в Словении, вы обязаны платить налоги в Словении на все доходы, на все свои мировые доходы. Например, вы сдаете квартиру в Украине. В Киеве. И я не знаю, какой налог от сдачи квартиры в Украине, но, допустим, там вы уплатили 20%, а в Словении это 23%. Вы должны задекларировать получение дохода из Украины, должны показать бумажку, что вы уплатили там уже налог от этой сдачи. И налоговая инспекция в Словении рассчитает вот эту вот разницу, сколько вам нужно доплатить. Поэтому статус налогового резидента ведет за собой, кроме налогового послабления на славянские доходы, но еще и обязывает нас декларировать все свои мировые доходы в Словении. Далее. Подача запроса на возврат подоходного налога за еждевенцев до 5 февраля. До 5 февраля каждого года вы можете подать в налоговую инспекцию анкету о том, что у вас есть еждевенцы, вы просите это учесть при, собственно, при налоговой декларации. Это вам нужно делать, если в прошлом году вы не просили налоговые послабления на членов семьи. Те, кто не просил, вот я уже раньше упомянула, что может быть экономия до 2000 евро в год. Поэтому, если вы первый год не просили, так имеет смысл это заполнять. Следите даты. Мы, как правило, делаем анонсы, но следите за датами, чтобы вовремя подать эти анкеты. Далее. Вам нужно... Ага, ну вот еще самые важные наши личные документы, собственно. Это вам нужно заранее продумать план продления документов по ВНЖ. Что это значит? Кроме того, что нужно проверить срок действия паспорта. Помните, я сказала, что при первом ВНЖ вам нужно иметь, если вы запрашиваете на год ВНЖ, у вас должен быть паспорт 12 месяцев плюс 3. То же самое при продлении. Если вы видите, что вы имеете право на продление на 2 года, это 24 месяца, у вас паспорт должен действовать еще плюс 3, то есть 27 месяцев. Иначе вы получите ВНЖ до окончания... до даты окончания паспорта минус 3 месяца. То есть, например, вы имеете право получить ВНЖ на 2 года, но у вас паспорт на 1,5. Соответственно, вы получите не на год и 6 месяцев ВНЖ, а на год и 3. В принципе, если у вас, вы видите, что вы в Словении, паспорт у вас заканчивается, можно паспорт поменять через посольство России, Украины, через эти посольства в Словении. Для граждан Казахстана посольство работает в Вене, либо же в Загребе в Хорватии. Ну, если у вас другое гражданство, нужно просто искать ближайшее посольство в других странах. Итак, для продления мы сказали, вам нужно проверить срок действия вашего паспорта. Далее вы должны продумать, во-первых, какое актуальное законодательство будет на день вашего продления. То есть, например, сейчас мы знаем, что чтобы продлить документы, вам достаточно выплачивать себе зарплату, выплачивать налоги, иметь действующий договор на трудоустройство. Это если мы говорим про бизнес-эмиграцию. Но еще не так давно было требование, например, показать либо же прибыль, либо же оборот, либо инвестиции. То есть, соответственно, вам нужно будет проверить, что, ага, вы знаете, через 6 месяцев у меня продление. Желательно проконсультироваться со своим, с теми людьми, которые ввели ваш ВНЖ, хотя бы узнать, были ли какие-то изменения в плане продления, чтобы вы понимали, что от вас требуется. То есть, может быть, изменились какие-то требования по документам, по тому, что должна фирма показывать. Может быть, изменились требования по вот этой вот минимальной зарплате. То есть, если, например, у вас бухгалтер не работает вместе с менеджером по ВНЖ, то наверняка он и не узнает, что вам нужно повысить зарплату. Хотя, конечно, зарплата должна быть аргументирована, то есть ее величина не только, сколько у вас членов семьи, но еще и тем, какая зарплата для вас выгодна с учетом доходов компании, либо расходов. Но это вы уже с вашим бухгалтером решаете. Далее вам нужно узнать заранее, где вы будете брать свежие документы. То есть, например, если у вас жена по воссоединению в Словении, вы должны будете знать, где вы берете свежее свидетельство о браке. Свидетельство о браке не должно быть старше трех месяцев. Если вы живете в Словении, то вам выезжать в вашу страну только за этой бумажкой. Если нет других причин выезда, то нет смысла. И вам нужно продумать, будет ли это доверенность, или же это, например, консульство вашей страны в Любляне может вам выдать подтверждение, что вы до сих пор находитесь в браке. Далее, конечно же, желательно посмотреть список документов. Там за полгода, за три месяца. И уже непосредственно перед подачей, опять же, все проверить по пунктам, все ли нормально, все ли справки действительны, тот ли это список документов, то ли это анкета, выполняете ли вы требования для продления. На этом, я думаю, что это все по этому слайду. Когда и как продлевать ВНЖ? Кроме того, что мы проговорили, что вам нужно заранее что продумать, что проверить, что посмотреть, вы должны знать, что подача на продление происходит за два или за один месяц до окончания текущего ВНЖ. То есть на сегодняшний день, если же у вас есть согласие на работу, и вам нужно его именно продлевать, то вы можете подавать документы за два месяца до его окончания. Далее вы должны понимать, что подача на продление происходит только из Словении. Она не может быть по доверенности, потому что, вернее, за вас может ваш работодатель, например, директор компании, отнести документы, но все равно потребует ваши отпечатки пальцев. Поэтому даже если директор относит пакет документов, он все равно не полный, у вас запросят отпечатки пальцев еще сдать. Понятно, что кроме вас их никто не сдаст. Далее, если вдруг так случилось, что вы подали, вы можете подать за один месяц, а можете подать за один день. Бывает такое, что люди не в Словении или заболели, и не могут подать за месяц. И бывает, что за день подают. Ну, конечно, это, наверное, не самый предусмотрительный вариант, но по законодательству вы ничего не нарушаете. И вот вы подали документы на продление, но почему-то вам не выдали карточку вовремя. Вот, в этом случае у вас получается невыездной статус. То есть, например, у вас ВНЖ был до 29 февраля и уже 1 марта, а новый ВНЖ у вас не выдан. Соответственно, 1 марта вы невыездной человек, вы сидите в Словении, что, в принципе, не так и плохо, но вы не можете никуда уехать. И если у вас автомобильно-физическое лицо зарегистрирован и куплен, то у вас нет регистрации после даты окончания текущего ВНЖ. Это вот один из тех неудобных моментов, которые могут некоторые трудности создать, особенно если у вас дети. То есть, если автомобиль на фирму, он не привязан к вашему ВНЖ. Если же у вас автомобильно-физическое лицо, он всегда будет привязан. И еще меня часто довольно спрашивают, поэтому я решила здесь прописать стоимость продления в нашей компании документов. И хочу только единственное, что говорить, что это стоимость продления для наших клиентов, то есть, те, которые сначала оформляли у нас документы. Мы работаем, в принципе, с людьми, мы работаем три варианта на выбор, какие им больше нравятся. Значит, первое – это то, что, пожалуй, самая частая услуга – это консультации и подготовка пакета документов на семью. То есть, за год, в принципе, люди уже знают язык, они не хотят разбираться в документах, какие документы нужны и что нужно заполнять. Когда мы оказываем эту услугу на всю семью, мы готовим пакет документов, это стоит 200 евро. К тому моменту это плюс НДС у вас будет, то есть НДС 22%. Но это предполагает, что дальнейшее общение с чиновником оно ложится тогда на вас. Очень часто люди идут на этот вариант, потому что время есть звонить чиновникам, напоминать про себя, спрашивать, какие документы ещё нужны. Кто-то, например, кто не хочет этим заниматься, кто хочет полностью доверить процесс нам. В принципе, конечно, те, кто доверяет процесс нам, или кто спешит. То есть, мы максимально быстро продлеваем документы, просто потому что мы делаем максимально полный список документов. Мы звоним чиновникам, у нас есть прям прописан регламент, когда мы им звоним, то есть каждую неделю, либо же каждые полторы недели, в каждом случае по-разному. Если же вы спешите, мы можем вам подсказать и сами поспособствовать тому, то есть какие нужно приложить ещё документы, почему нужно чиновникам рассмотреть документы у вас в приоритетном порядке. Например, к нам обращаются люди, говорят, нам нужно под Новый год быть на конференции там-то, там-то. И мы можем помочь им сделать ВНЖ ещё быстрее, но при условии, что он предоставляет хотя бы переписку там или ссылку на это мероприятие, то есть нужно подать документ, который говорит о том, что у вас есть это мероприятие, и именно поэтому вы просите просмотреть документы быстрее. Итого, если мы делаем, продлеваем ВНЖ под ключ, то это 250 евро плюс НДС. Если же помимо продления ВНЖ вам нужно продлить согласие на работу, и этим занимаемся опять же полностью мы, то есть не только подготовили документы, но и ведём общение, переписку, телефонные звонки с чиновниками, то это 1250 евро за продление и согласия на работу, и ВНЖ на основного заявителя, то есть тот, кто у вас трудоустроен в компании. Сейчас мы уже подходим к… Я вижу, что много вопросов, но мы сейчас подходим как раз к пункту, к блоку «Вопросы-ответы». Далее у нас есть с вами получение ПМЖ и получение гражданства. Через 5 лет для основного заявителя вы можете, то есть как только вы прожили 5 лет в Словении, вы знаете, что вы имеете право на ПМЖ. И неважно, на каком основании вы были. Вы были на воссоединении, по бизнесу миграции, либо же вы были, не знаю, какие ещё там разные основания для ВНЖ, какие у вас могло быть. Через 5 лет вы имеете право на ПМЖ. Единственное исключение только для тех, кто здесь по учёбе. Для них каждый год прожитый здесь на ВНЖ по учёбе считается за полгода. Соответственно, если все 5 лет вы по учёбе, так только через 10 лет вы получите ПМЖ. Но с теми, кто учится, у них зато есть преимущество другое в гражданстве. Вот, соответственно, если вы прожили 5 лет, и вы основной заявитель, вы можете через 5 лет подавать на ПМЖ. При этом члены семьи вашей при наличии ВНЖ, при наличии ВНЖ на 2 года, они уже могут быть, тоже запросить на ПМЖ, если же вы здесь прожили 5 лет и получили ПМЖ. Вот этот вот пункт, обратите, пожалуйста, на него внимание, а именно члены семьи при наличии ВНЖ на 2 года. Это очень удобно, потому что у нас есть случаи, когда, например, кормилец семьи хочет сюда уже переехать и начать бизнес, но он понимает, что семья ещё года 2, но будет либо у кого-то школа, либо у кого-то выпускной, либо по каким-то причинам, но семья не переезжает. И тогда он говорит, что или там жена занимается бизнесом в России, а он хочет в Словении. Пусть, то есть не волнуйтесь, ваша жена, она тоже сможет получить ПМЖ, даже после того, как вы получили ПМЖ, а у неё был ВНЖ только 2 года. Или, например, вот сейчас тоже такие случаи довольно частые. Основной заявитель согласия на работу, он приехал в Словению и получил на этом основании ВНЖ. Как вы помните, воссоединение сразу невозможно в Словении, то есть именно ВНЖ на основании воссоединения. Но многие жёны говорят, что мы не хотим воссоединения, мы хотим приехать по так называемой визе Д и учить славянский язык. Виза Д – это не ВНЖ, она имеет право полностью на визу Д, причём что не только получить визу Д, здесь находиться в течение всего времени обучения. Например, если обучение 10 месяцев, то на 10 месяцев она получает визу Д и таким образом находится вместе с мужем. Но у жены ещё полноценное медицинское страхование с этой визой Д. И для ПМЖ в дальнейшем это вообще никакой не минус, потому что ей достаточно иметь ВНЖ на 2 года. А уже через год она имеет право на воссоединение, соответственно, у неё будет ВНЖ не 2 года, а целых 4. И когда вы подаёте на ПМЖ, я знаю, что уже достаточно много людей, которые будут сейчас подаваться на ПМЖ, не забывайте о том, что у вас не то, что у вас сегодня заканчивается ВНЖ, а завтра и сегодня наступает 5 лет, и вы подаёте на ПМЖ. Нет, у вас на момент подачи на ПМЖ должен быть действующим ВНЖ не менее 3 месяцев. Далее гражданство. Гражданство у нас 10 лет с момента ВНЖ. А это что значит? Что 5 лет вы живёте на ПМЖ, и 5 лет на ВНЖ, и 5 лет на ПМЖ. Вот для студентов, как я уже сказала, у них есть недостаток в получении ПМЖ, им нужно больший срок, чем 5 лет прожить. Но зато у них есть возможность, если они защитили диплом в Словении, то они могут получать гражданство через 7 лет с момента первого въезда. Илья, давай я передам тебе слово, и после этого мы перейдём к блоку ответы на вопросы. Итак, отвечу на вопрос, который уже задавали по поводу контактов Татьяны, как выйти на связь с Таней, как получить у неё консультацию, договориться, возможно, о встрече в Словении. У нас есть определённый протокол взаимодействия. Протокол очень простой. Вы запрашиваете контакты Татьяны, плюс я вышлю вам дополнительные материалы, вышлю вам определённую схему, по которой происходит работа. То есть, что нужно прочитать, что нужно знать, куда нужно писать и как нужно писать. Вот так вот. Чтобы этот процесс был организованней и чтобы он был эффективней для обоих сторон. Эффективней и для вас, и для Татьяны, чтобы им было меньше переписки, было больше пользы. Вот по этой ссылке, которую я бросил в чат, в чат, которую вы видите в презентации, есть небольшая форма. Форма чисто контактная. Информация не больше, чем на обычной визитке, которую вы можете мне дать. Соответственно, я вам также высылаю все контакты Татьяны, включая дополнительные материалы. Вот, в общем-то, и всё. Таня, отдаю тебе микрофон. Да, ещё я хотела бы добавить к тому, что сказал Илья, что я прошу, когда вы пишете мне письмо, чтобы вы сразу уже указывали ваше гражданство, количество членов семьи и хотя бы примерный план деятельности бизнеса в Словении. Потому что тогда я могу подготовиться к разговору и уже вместе с вами, во-первых, уже, может быть, какие-то у меня есть субъективные, всегда говорю, что субъективные, мнения по поводу той или иной бизнес-идеи. И если же вы мне напишите, есть ли у вас диплом, либо же вы хотите вложить 50 тысяч инвестиций, то есть мне тоже будет легче понимать, вообще, правильно ли, во-первых, изначально вы себе продумали схему переезда, может быть, я вам посоветую совсем иную, то есть мы вместе это проговорим и поймём, какая вам удобнее. То есть ещё раз повторю, желательно, чтобы, когда вы пишете письмо, чтобы у нас уже были с вами ответы на вопросы гражданства, количество членов семьи, какой роль деятельности в Словении вы планируете и какой способ получения согласия на работу вам ближе. Способов получения согласия на работу четыре. Инвестиции, оборот, сотрудник, либо же диплом о высшем образовании. Хорошо, я тогда открываю чат и перехожу к пункту вопроса. Итак, Наталья пишет, подскажите, пожалуйста, на какую вакансию мне надо будет подаваться при условии получения ВНЖ по диплому, если в фирме будет работать только один человек. Наталья, если вы хотите получить согласие на работу по диплому, это будет согласие на работу по трудоустройству, и вам нужно будет подавать на ту вакансию, собственно, в рамках которой потом вы будете работать. То есть, опять же, если это тот же самый программист, который я сегодня уже, по-моему, третий раз упоминаю, вам нужно подавать на вакансию программиста. Если вы уже будете менеджером по продажам, это менеджер по продажам. Естественно, вам нужно продумать, что если вы подаетесь на вакансию секретаря либо парикмахера, то, скорее всего, таких людей в Словении будет достаточно. И тогда вам нужно такие уникальные данные, там, дипломы полученные, парикмахера, я не знаю, какие должны быть, чтобы это были уникальные данные, чтобы таких людей на данный момент безработных не было. Поэтому, опять же, это всё я обычно с людьми обсуждаю во время первой или второй консультации. Консультации у нас бесплатные, естественно. Когда человек мне говорит, чем он хочет заниматься, сколько людей у него будет в компании, то есть он будет один или сколько, и тогда мы с ним подбираем правильную вакансию, то есть он говорит, я хочу, чтобы моя компания, например, делала шарики. Ну, почему бы нет? Шарики на мероприятии. Я спрашиваю у человека, вы будете их продавать ли, вы их будете делать, то есть какой вообще объём ваших работ, какая сфера. И тогда из этого мы с ним понимаем, какая это вакансия и проговариваем, какие уникальные данные есть у этого человека, чтобы попытаться создать вот эту уникальную вакансию. Как я и говорила, это, пожалуй, самый такой ответственный момент с точки зрения и работы менеджера, вашего представителя, так и с вашей стороны, потому что все документы, то есть любое требование, которое мы прописываем, если это знание японского, мы всегда должны предоставить какой-то сертификат о знании японского, либо чтобы его в школе учили, либо у вас есть сертификат, диплом и так далее. Поэтому это и к вам обязательство предоставить те документы, те доказательства, тех требований, которые мы прописываем. И наша ответственность — это помочь вам такую вакансию создать уникальную. Ну а потом уже, естественно, что вы должны работать в рамках только этой вакансии. Далее вопрос. Можно ли себе директору прописать в уставе дополнительные должностные обязанности, например, водитель, экспедитор, логист, менеджер и так далее? Нет. Директор — это представитель компании. Если у вас согласие на работу над директором, вы имеете право только представлять интересы этой компании. Вы не можете при этом выполнять функции водителя, экспедитора, логиста. Только если у вас рабочее разрешение, как я раньше говорила, выдано по старым правилам, то есть вы подали на это рабочее разрешение до 31 августа 2015 года. Далее Сергей пишет. Жена должна быть в СДН для работы 40 часов в месяц. Нет. Если она здесь находится на основании визы Д, она тоже имеет право работать до 40 часов в месяц. Юрий спрашивает. Вопросы. Вопрос. Преимущества, недостатки смены резидентства с российского на славянский. Ну, Юрий, я это уже проговорила. Может, вы вопрос до этого задавали. Поэтому из преимуществ это налоговое послабление, из недостатков это декларация мировых доходов и уплата налогов по славянской ставке налогообложения. Но это те недостатки, как и преимущества, от которых мы, ни мы, ни вы, уйти не можем. По законодательству вы обязаны им стать, и поэтому тут просто надо быть к этому готовым. Далее Денис спрашивает. С момента регистрации фирмы до получения ВНЖ и переезда не обязательно начислять заработную плату и делать отчисление. Совершенно верно. Вот вы зарегистрировали компанию и еще не получили ВНЖ. Начислять заработную плату вы даже не имеете себе права, потому что вы не имеете права еще работать. ВНЖ выдается практически, ну, то есть там небольшой совершенно перерыв. Вначале вы получили согласие, а потом ВНЖ. И без ВНЖ вы не имеете права не работать, а значит никакой он себе не начисляет заработную плату. Следующий вопрос. Светлана. Вопрос не совсем по теме. Существует ли в Словении проблема с сирийскими беженцами? Российские СМИ печатают всякие пугалки. Светлана, вы знаете, мне задавали вопросы и про ювенальную юстицию. Этот термин я узнала от россиян. Его мало кто, наверное, знает в Словении. Но не ювенальные юстиции, которые пугали российские СМИ, которые существуют. То есть это идея в том, что детей отбирают, если ты на них повысил голос, ну, условно. И в том числе и сирийские беженцы, это слишком большие преувеличения. То есть я не видела ни одного, но по официальным данным то ли 200 человек, то ли 300 на сегодняшний день запросили статус беженца в Словении. Знаю, что проблемы есть в пригородных городах, в пригородных посёлках, которые, то есть беженцы проходят границу, они не заинтересованы в Словении, они идут в Австрию, в Германию, в Швецию, в Данию, в Швейцарию. Но те контрольно-пропускные пункты, там проблема, потому что там действительно много таких людей, беженцев, но обработать, то есть всех надо там зарегистрировать и так далее. В общем, в Любляне мы их не видим. СМИ в любом случае преувеличивают слухи, но беженцы и с беженцы, это такие же люди, от них никуда не деться, они всё равно будут. Далее, Дмитрий спрашивает, после получения ПМЖ его нужно продлевать? Нет, продлевать не нужно, ПМЖ выдаётся бессрочно. Если не хочу получать славенское гражданство, можно ли остаться гражданином своей страны и иметь бессрочное ПМЖ? Да, вы можете, вас никто не заставляет запрашивать ПМЖ. В смысле гражданства никто не... То есть вы можете быть на статусе ПМЖ. Далее спрашивает Тарас, насколько отличается налоговое законодательство в разных регионах Словении? Столкнулись с тем, что в разных районах разное отчисление, а точнее дотации на приём славянцев. Ага, как кто впервые принятые лица, находящиеся на бирже? Ваши бухгалтера знают о таких особенностях? Тарас, да, конечно, мы знаем, есть районы в Словении, где, например, безработица по славянским меркам достаточно высокая. Поэтому там вам дают дотации и различные налоговые послабления, тем самым стимулируя вас принимать славянцев на работу. в том числе и впервые принятые лица, находящиеся на бирже. То есть была вот эта программа, я не знаю, есть ли она сейчас, по-моему, до сих пор есть. Это то, что если ты берёшь человека, который находится на бирже, трудая ему до 30 лет, то в течение первого года ты платишь его отчисление в половинном размере. И то же самое касается людей уже предпенсионного возраста. То есть если такой человек стоит на бирже труда, то вам государство даёт опять же вот эти налоговые послабления и дотации при отчислении его налогов. Далее вопрос. Ольга спрашивает. Правильно ли я понимаю, что регистрацию компании вы можете произвести по доверенности, а для открытия счёта в банке надо приехать по шенгенской визе в течение 14 дней со дня регистрации компании. Или счёт в банке тоже вы можете открыть по доверенности, чтобы избежать лишних затрат на одноразовый краткосрочный приезд в Словению. Ольга, спасибо за вопрос. Это хороший вопрос. Более того, ещё осенью была немножко другая процедура. Значит, по поводу регистрации компании всё правильно, зарегистрировать можно по доверенности. Банк ни по какой доверенности не открывают счёт, но они сделали исключение. Один банк сейчас сделал исключение, это всё тот же наш любимый юникредит, а именно что? Можно открыть счёт на компанию, то есть вы даёте доверенность на вашего представителя, на адвоката. Даёте доверенность, но тогда банк открывает счёт и распоряжаться этим счётом, то есть счёт открыт на компанию, понятно, но распоряжаться этим счётом может только человек, который физически туда пришёл и подписал документы. Соответственно, если вы доверяете лицу, с которым вы работаете, с которым у вас договор, доверяете вот эти свои финансы, 7500 уставного капитала в течение первых нескольких месяцев, пока вы не получили ВНЖ, не переделали на себя счёт, тогда вы можете на него написать доверенность, то есть он открывает счёт и потом имеет право управлять этим счётом до вашего приезда. У нас практика такая, что я лично не очень люблю иметь доступ к чужим деньгам, но если у людей проблема с приездом или они по каким-то своим причинам этого не хотят делать, то мы идём навстречу, в любом случае все транзакции, которые будут, они не должны производиться без вашего ведома, а если они не производятся, но это уже нарушение законодательства, поэтому тут я думаю, что, конечно, вопрос доверия, но и в Словении прекрасно работает судебная система, то есть тут, опять же, если вы доверяете этому человеку, что он не скроется, то почему бы и нет. Далее Юрий спрашивает, оформление статуса налогового резидента Словении, это право или обязанность? Это обязанность. Вы можете его не оформлять, то есть вы можете не идти физически в налоговую, но когда они начнут смотреть ваши налоги, допустим, в какой-то момент они решат, что вы зарабатываете минимальную зарплату, а дом снимаете за 1000 евро, они вас спросят, откуда доходы, если это не были сбережения, они спросят, а где эти доходы, и обяжут вас уплатить разницу в налогах, а может и штраф, с момента, когда вот либо вы 6 месяцев проработали в Словении, либо ваша семья переехала. Ещё был вопрос, что следует вносить в книгу склепов дружбы. Знаете, как правило, это вносится в книгу склепов дружбы. Вообще, книга склепов, она есть электронная, и я люблю, честно говоря, больше электронную книгу склепов, чтобы все понимали, это некий свод актов компании. Но в любом случае, если это электронная книга склепов, то все документы, например, о юридическом адресе, о том, кто назначен директором, о уставном капитале компании, его размере, то есть минимальный 7500, максимальный, любой, какой вы хотите. Вот, то есть всё это можно делать в Айписе. Айпис – это государственная структура, бесплатно вносить любые акты в эту книгу склепов. Если же книга склепов у вас находится у нотариуса, то любое изменение по компании, любой акт. Склеп – это акт, дружба – это компания. Любой акт вы должны регистрировать у нотариуса, платить ему за это деньги. Но опять же, любой нотариус либо человек в Айписе вам подскажет, что вам нужно делать, по какой форме оформлять тот самый акт. Александр, какие требования к обязательному аудиту годового отчёта? Александр, вы знаете, мне кажется, что я с этим не сталкивалась, но мне кажется, что если оборот компаний выше 500 тысяч в год, вот тогда обязательный аудит, его проводят аудиторские компании. Поэтому это, пожалуй, всё, что я могу в данном случае ответить, что это вопрос, наверное, к аудиторским компаниям, а для вас информация о том, что до 500 тысяч евро оборота вам точно к ним не надо обращаться, если у вас больше, тогда надо с ними проконсультироваться. Далее Марина пишет, спрашивает, Марина, вы пишете, что вы недавно со мной говорили по поводу бизнес-эмиграции на основании рабочего разрешения по диплому. И она сказала, что обязательно нужен второй человек как директор. Можно это как-то пояснить? Выходит, что человек с дипломом не может один ничего сделать. И как в этом случае может выступить в качестве директора? Да, это про... Хорошо, что вы этот вопрос уточнили, потому что он, наверное, в том числе актуален всем. Смотрите, если... Мы сказали, что если у вас согласие на работу по диплому, вы запрашиваете на ту или иную вакансию. Соответственно, вы, например, программист. Вы одновременно иметь согласие на работу программиста и директора вы не можете. То есть тогда директор у вас должен быть кто-то быть другим. Но с этого года, вернее, с сентября 2015-го, собственно, что самое главное изменение, это то, что раньше этого не было, и поэтому совершенно было неочевидно, что функция с дипломом вообще она реальна. То есть законодательство Министерства труда добавило следующую опцию. Это то, что человек может быть директором, вообще может быть любой, даже вы, которые с дипломом потом идёте на вакансию. Но вам нужно поставить человека на функцию директора в устав другого. Это может быть ваш муж, это может быть человек, которому вы доверяете, то есть который при этом планирует представлять функции компании. То есть давайте не забывать, что всё, что мы делаем, в первую очередь должно быть мотивировано бизнесом в Словении, а не только желанием переехать в Словению. Потому что как вот кто-то из первых людей меня спросил, можно ли платить минимальную только зарплату и в деятельность не вести. Нет, все ваши решения, они должны быть изначально мотивированы вашей потребностью, вашим желанием вести бизнес и уже как преимущество это переехать на ПМЖ. Бизнес вы можете вести как который специализирован на Словению направлен, так и на Россию. Это могут быть ваши прежние клиенты так вот если мы ставим директором например вы идете как трудоустроенный сотрудник вернемся к тому же программисту просто чтобы пример вам был уже понятен вам нужно если муж готов предоставлять интересы компании вы можете его поставить директором но вы его ставите директором не на основании вложений 50 тысяч либо 60 тысяч оборота либо сотрудника вы его ставите директором и это называется краткотрайну делу застопнику то есть краткосрочная работа директоров представителей вот это и как раз было главное изменение в законодательстве с 1 сентября 2015 года директора не важно есть у них ВНЖ или нету директора иностранцы имеют право выполнять функции в компании представителя до 90 дней в году это что значит что в уставе он будет прописан все время директором но например принять на работу человека либо же подписать контракты с партнерами он может лишь тогда кроме того что у него есть 90 дней в году и это может быть один день сегодня а один день через месяц 90 дней вам более чем хватит то есть как я сказала он может быть он должен быть в уставе прописан директором но регистрировать его вот в эту краткотрайну вам нужно через интернет это делается достаточно просто ну вот у меня это занимает 3 минуты заполнить форму естественно наших клиентов мы показываем как это делать потому что им каждый раз нам звонить ради 3 минут то есть им быстрее самому эту форму работать и например вы понимаете что нужно чтобы ваш муж который директор пошел в банк и подписал документы на управление счетом в банке соответственно вы его зарегистрировали вот в эту краткотрайну дейло он имеет право сегодня выполнять функцию директора он идет в банк и подписывает договор либо же например ему нужно вас трудоустроить да то есть вы человек который подаетесь по диплому ему нужно вас трудоустроить то же самое вас либо любого другого сотрудника может быть славянца может быть иностранца вам необходимо вначале зарегистрировать его через интернет форму в краткотрайну дейло после этого он официально вас может взять на работу то есть подписать договор о трудоустройстве вот если у вас есть еще вопросы по этой теме пожалуйста их задайте потому что это мне кажется важный полезный момент а главное что это вот именно то самое самое интересное что изменилось осенью и что позволило вот получать согласие на работу по диплому далее Артем спрашивает могу ли я перевести авто из России без регистрации в Словении с условием возврата авто машины в Россию раз в год и покупки славянской страховки нет не можете если у вас есть ВНЖ то через 6 месяцев наличия ВНЖ вы должны машину либо вернуть либо же ее ввести то есть оформить все растаможку Евгений спрашивает следующий вопрос справку о несудимости нужно получать только в стране своего гражданства например мы граждане России но постоянно проживаем в Египте где получают справку о несудимости Евгений я думаю что но мы это обязательно проверим мне кажется что справка о несудимости их интересует именно из России но опять же это у вас частный вопрос поэтому лучше я не буду сейчас говорить то в чем я 100% не уверена лучше мы это проверим эту информацию дадим запрос далее Наталья пишет спрашивает поясните пожалуйста на вопрос получения ВНЖ на основании диплома может в фирме быть трудоустроен только один человек чтобы не только руководитель как директор но и работать если вы получаете ВНЖ а точнее согласие на работу на основании диплома то вы только вы можете выполнять ту функцию в рамках которой у вас выдано согласие на работу то есть если оно у вас у вас есть диплом я не знаю инженера например но вы захотели трудоустроиться менеджером по продажам вы можете только выполнять функцию менеджера по продажам вам нужен директор в компанию который в любом случае будет руководить компанией это может быть директор словенец и тогда вы его достаточно просто нанимаете на работу просто вам нужно будет выплачивать ему зарплату это может быть ваш супруг это может быть любой человек который берется предоставлять и руководить компанией если это ваш супруг и без согласия на работу он ограничен 90 дней в году он в инжене на этом основании не получает никаких налогов у вас нету он зарплаты не получает но 90 дней в году сегодня один день через неделю другой а может 90 от сегодняшнего дня на 3 месяца он имеет право руководить в компании дальше он просто остается директором по уставу но выполнять функции руководства то есть руководить представлять интересы компании подписывать договоры он не может директор 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 в компании обязательно должен быть да обязательно у компании должно быть название деятельности юрадрес уставный капитал и директор это базовые вещи которые прописываются в уставе компании и учредитель конечно а есть а если тот человек которого вы можете использовать в качестве директора не может и не хочет приезжать в Словению ну этот человек может быть конечно то есть если например если у вас есть бизнес-партнер и вы хотите то есть это не жена или не муж который с вами приедет в Словению а у вас есть бизнес-партнер который говорит я хочу быть директором я хочу руководить компанией хочу представлять ее интересы он все равно может работать 90 дней в году даже не приезжая в Словению просто тогда вам придется любой договор который он подписывает ну переслать ему бумаги единственное что это не подойдет например в тех случаях когда директор должен присутствовать лично например если он должен присутствовать лично в банке то тогда он должен приехать в Словению платить ему как директору не нужно потому что если он работает 90 дней в году он это работа без зарплаты директор может быть в России он он должен быть обязательно родственником нет это я уже ответила он не должен быть родственником может ли жена быть директором в моей фирме а также быть трудоустроена в сторонней фирме да конечно может быть я так понимаю что на этом вопросы закончились ага нет вот еще вопрос прожила в Словении по визе Д 6 месяцев обмен прав уже можно делать на славянске или это касается только 6 месяцев жизни только по ВНЖ да это касается только 6 месяцев жизни по ВНЖ хорошо я так понимаю что тогда уже вопросы закончились и в принципе тогда наверное уже буду прощаться с вами спасибо всем за внимание Илья спасибо тебе за помощь в организации и до новых встреч я отключаюсь Илья и тогда тебе передаю слово спасибо всем спасибо спасибо всем за участие Татьяна тебе огромное спасибо просто марафон полезной информации мне самому нужно будет послушать запись чтобы все нюансы уловить вот всем вам спасибо запись будет выложена к нам на сайт спасибо большое еще раз продублирую эту ссылочку по поводу контактов Татьяны по поводу запроса контактов сейчас в чат пусть она у вас будет ну и до новых встреч спасибо вам до новых встреч пока до новых встреч